Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Здравствуй, Олег! Поговорим об очередном резонансном событии в СМИ. Это выступление уже бывшего священника Романа Степанова, где он обратился к РПЦ с просьбой раскрыть расходы. Ну, там странная была еще просьба и всех священников, и их семей. Ну, это как я воспринял информацию. После этого его запретили в служении. Было несколько передач, в том числе на нашем любимом канале Спаси, про него, где его нормально пропесочили. Но по делу, по его вопросу, ничего сказано не было. Кстати, насчет него самого. Если как-то мы свяжемся с ним или он на нас выйдет, классно было записаться интервью с самим парнем, потому что он наркозависимый бывший и как бы наш профиль. Вот. Расскажите, пожалуйста, существует ли такая проблема в церкви, какую он описал? Что вы думаете об этом? То есть, высказаться по делу ты предлагаешь… Да, да, да. Ну, хорошо, давай попробуем. Да, я тоже не смог не заметить этой истории. Конечно, она получила серьезный резонанс. Ну, меня, как всегда, как врача, психотерапевта, интересует именно такая психологическая подоплека всего этого. И особенно того, как наши церковные СМИ отреагировали на этот призыв молодого священника делать декларацию о доходах у священнослужителей. Здесь, конечно, есть две стороны этого дела. Да, действительно. То, о чем в церкви предпочитают молчать и по этому делу, как ты выражаешься, не говорить. Это доходы. Мы знаем прекрасно, вот мы, простые прихожане, мы знаем прекрасно, как живут финансово наши приходы. Вот наш приход, куда ходят наши воспитанники, где получают духовное кормление очень хорошее. Мы знаем, как наш батюшка сводит концы с концами. Несмотря на то, что он благочинный. И под его опекой находится еще несколько приходов. А как живет с остальным приходом? Вот таким же маленьким. В провинциальных городах. Я уж не говорю про села. Очень тяжело. При нынешнем доверии народонаселения к церкви, доходы в церкви очень маленькие. Они очень снизились. Но мы знаем, что вот эти маленькие приходы, которые еле сводят концы с концами, они изнемогают от непосильных сборов в пользу епархии. Ну, я это знаю. Я много лет уже. То есть существует какая-то фиксированная цена, которую нужно раз в месяц занести? Ну, она не такая уж и фиксированная. И все зависит от меняющейся конъюнктуры. И там могут быть внеплановые всякие сборы, на какое-то мероприятие, на приезд архиерея в приход. Это уже не писанный закон, что настоятель прихода должен обязательно раскошелиться. И это стало уже серьезной проблемой. И те же самые церковные СМИ уже об этом стали говорить критично. Это на самом деле не улучшает имидж нашего церковного руководства. Да, мы же прекрасно понимаем, мы же не дураки. Мы понимаем, что церковь – это очень разветвленная структура. Она простирается на всю каноническую территорию Русской Православной Церкви. А это не только Российская Федерация, но это и Украина, и Белоруссия, и другие страны. И дальние зарубежья. И если там в каждом приходе Русской Православной Церкви люди приносят какие-то деньги и жертвуют на содержание своего прихода, то тогда, если существуют взносы с каждого прихода в епархию, а от епархии, соответственно, в патриархию, то тогда Русская Православная Церковь может вполне напоминать финансовую пирамиду. При этом никаких деклараций. Духоведство наше освобождено от заполнения деклараций. То есть финансовые потоки абсолютно неконтролируемы. И расходование денежных средств внутри патриархии, внутри епархии, они абсолютно неконтролируемы. Но это тоже не повышает доверие людей к Церкви. И в этом смысле вот этот роман Степанов теперь, он не совсем не прав. Здесь прослеживается какая-то коррупционная составляющая. И видя то, как падает, вот начиная с 2009 года, с известных перемен в нашей Церкви, как падает неуклонно доверие людей к Церкви в нашей стране, я думаю, что одним из миссионерских таких приемов для поднятия имиджа Церкви было бы как раз сделать прозрачные финансовые потоки в Церкви. А что было в 2009? Ну, кто не знает. У нас сменилось руководство Церкви. И тогда на самом деле, может быть, люди и поняли все нужды, вот те самые нужды, на которые эти деньги идут. И, может быть, даже еще больше бы жертвовали. Мы же прекрасно понимаем, что Церковь наша существует, но, во всяком случае, приходы только на пожертвования прихожан. Никакого финансирования у приходов нет. Да, конечно, там пожертвования могут быть разными. Я знаю, например, одного священника из крупного российского города. Он мне сам говорил, что ему жертвуют столько, что он не знает, что делать с дорогими внедорожниками, которые ему дарят. Он их передаривает кому-то, чтобы не подумали, что он сам на них ездит. И он построил себе четыре дома. И не избушки какие-нибудь, а это очень большие и дорогие строения. И люди ведь это видят. Но неужели это не требует некоторых пояснений? Для тех, кто жертвует свои деньги на свой маленький приход. И даже в тот приход, в котором служит этот священник. Это не из любопытства. Это не заглядывание в чужой карман. Хотя, конечно, у нас у всех хватает и этого тоже. Это нужно для того, чтобы люди доверили эти деньги своей церкви. Доверяли. И не проверяли. Знали, что эти деньги идут на пользу нашей церкви. На ее развитие. На строительство храмов. На благотворительность. На содержание домов инвалидов, сирот и так далее. Как нам положено. Заботиться о сиротах и вдовах. Но когда простые православные христиане видят, что наш патриарх пользуется охраной ФСО. Ну, вопрос. За чей еще банкет? Почему человек, который призван не бояться тех, кто убивает тело, душу же не могущих убить, нанимает себе государственную охрану такую же, которой пользуется президент Российской Федерации? Ну, пожалуйста, если он хочет, пожалуйста, только скажи, откуда деньги на это? Чтобы у нас не было вопросов. И все. А государство как-то финансирует РПЦ? Есть еще такая легенда, что из казны выделяются деньги в РПЦ. РПЦ еще платит зарплату священникам. То есть сверху вниз еще. Вот такой водопад денежный. Я думаю, что простые смертные этого не знают. По идее этого быть не должно. У нас церковь отделена от государства во всех отношениях. И вот как раз именно это, несоблюдение этого принципа, тоже вызывает недоверие у простых прихожан к церкви. Мы видим, что наша церковь сливается с государством в одно целое. И наша церковь не противоречит государству ни в чем. Церковь, которая призвана печаловаться о своих прихожанах, о верующих людях, да и вообще обо всем народе печаловаться перед государством, когда государство поступает по отношению к народу несправедливо, наша церковь сегодня встает на стороны государства безоговорочно и полностью поддерживает линию партии. И это тоже не повышает имиджа нашей церкви в глазах народа. У меня такое ощущение, что нашему церковному руководству и не нужно доверие. Оно как-то и без него обходится спокойно. Вот как у государственных чиновников, которые сейчас у власти, такая психология после нас хоть трава не расти. Мне иногда кажется, что у церковных чиновников точно такая же психология. Про этого Романа Степанова я узнал из программы «Тест на правду». Есть такой, мне кажется, это журналист специально подготовленный, такой талантливый Игорь Петровский. Программа – это, как он сам говорит, о старых и новых фейках от церкви. То есть он сразу заявляет, что то, о чем он сейчас будет говорить – это фейк от церкви очередной. Я посмотрел несколько этих выпусков, и как врач-психотерапевт могу тебе засвидетельствовать, что это классический образец нейролингвистического программирования. Когда я его в первый раз увидел, мне показалось, что клонировали Ленина, Владимира Ильича. Я даже немножко испугался. И внешность такая же, только борода окладистая. И такой же напор, не терпящий никаких возражений вообще. И как Ленин занимался своей примитивной НЛП, он говорил «Чего уж вы поете, батенька? Вот здесь что-то похожее». А потом, когда прочитал Игорь Петровский, думаю, слава тебе Господи, померещилось. Не он. Так вот, фейки о церкви исходят, оказывается, от законно рукоположенных священников. Ведь кто такой Степанов? Это законно рукоположенный священник. И, собственно говоря, что он такого сказал? Ну, он сказал не совсем, что ли, здравую идею высказал о том, чтобы вообще все поголовные, даже матушки у батюшек и певчие должны заполнять эти декларации. Да нет, я думаю, что этого совсем не нужно делать. А вот высшему церковному руководству, наверное, и стоило бы об этом задуматься. Почему бы и нет? Меня еще беспокоит, как православного христианина, то, что если священник русско-православной церкви сказал что-то, не совпадающее с линией партии, ну, как у нас принято говорить, с общим трендом церковным, то его сразу же запрещают в служении. С него могут сразу же снять сан, его могут отлучить от церкви. И я знаю, я бываю в разных епархиях и встречаюсь с прихожанами, со священниками, я знаю, что таких священников у нас в русской православной церкви сотни. Не знаю, как тебе, мне это не нравится, например. До 2009 года таких массовых репрессий в отношении духовенства у нас не было. Священник, который, молодой парень, который говорит, я люблю свою церковь, но то, что в ней сейчас происходит, мне не нравится. И он вносит конкретное предложение по поднятию авторитета в церкви. Его подвергают репрессиям не за это, а за то, в чем он уже давным-давно покаялся перед Богом. Бог его простил и никогда эти грехи ему не помянет. Бог простил. За то, что он употреблял наркотики, за то, что у него были блудные похождения. Он сам себя предлагал снять сан. Но ведь правящий архиерей этого не сделал, потому что этот священник искренне раскаялся. А мы учим этому наших подопечных. Церковь учит своих прихожан каяться в своих грехах. Бог милостив. И после искреннего покаяния человек выходит лучше, чем он был до покаяния. Я знаю много священников, которые находились в тяжелых зависимостях наркологических. И через покаяние они исправились. И это сейчас образцовые батюшки, которые создают революционные центры по благословению своих архиереев. И этот священник тоже получил благословение на создание революционного центра. И он начал его создавать. Но ведь об этом Петровский не сказал. Петровский указал только на его наркоманию и блуд. То есть он обнародовал, публично высветил те грехи, в которых этот человек уже давным-давно покаялся. И это, извините, нехорошо. Это, мягко говоря, нехорошо. Его там назвали безграмотным, не имеющим образованием, его отчислили из семинарии. А этот парень сказал, за что его отчислили из семинарии. За то, что он вместе с другими семинаристами заступился за тех, кого в этой семинарии изнасиловал преподаватель. Имеющий священный сам. То есть совершивший уголовное преступление, но при этом не только не севший в тюрьму, но и оставшийся в своем сане. Он продолжает служить. А вот этих ребят, которые заступились за изнасилованных, отчислили из семинарии, потому что они рассказали об этом дьякону Андрею Кураеву, которого, кстати, за то, что он это обнародовал, тоже лишили сана. И запретили в служении. И он ведь закончил свое духовное образование. И только в другом учебном заведении. Мало того, у него четыре высших образования, у этого человека. И я думаю, что сейчас он работу на себе как раз найдет. А вот церковь в лице этого священника потеряла очень ценного кадра, на мой взгляд. Это человек, прошедший через огонь, воду и медные трубы. Ведь Петровский не сказал о том, о чем сам рассказывает это священник тем самым либеральным СМИ. О том, что он в пятилетнем возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны бандитов. Кто-нибудь знает, что это такое? Что происходит с детьми потом, которые подверглись сексуальному насилию? Какая это психологическая травма на всю оставшуюся жизнь? И этот человек стал православным священником. Мне кажется, это для церкви очень ценное приобретение. Да, он еще очень молод, ему всего 31 год, у него большая жизненная перспектива. Он действительно представитель современной молодежи, но лучший ее представитель, потому что он научился самому главному, к чему нас призывает Христос — покаянию. Мы должны видеть действительно свои собственные грехи. В том числе и те, кто работает на церковных средствах массовой информации. Прежде чем обнародовать чужие грехи, нужно внимательно посмотреть на себя самого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова